Добрый день! С вами Довин Наташа и это канал творческой студии Таир. Сегодня хочу показать вам, как создавался декор вот такого интересного самовара в стилистике русского авангарда. Подобный самовар я делала для выставки во Франкфурте и он собрал очень много откликов и вопросов по созданию. И мы решили отснять видео мастер-класс по этой технике. Имитация перегородчатой эмали хорошо подходит для геометрических абстрактных узоров, а работа с яркими открытыми цветами это сплошное удовольствие. Поскольку это новенький рабочий самовар, планируется, что он будет использоваться по назначению. Поэтому задекорирую только округлая пуза самовара, оставив нетронутыми верхней и нижней части, ручки и кран. Эти части будут либо часто трогаться руками, либо подвергаться воздействию воды и конденсата. Ограничиваю все эти части с помощью деликатного малярного скотча. Теперь беру наждачку с маркировкой 220 и варварски царапаю ту часть, которую буду декорировать. Поверхность очень гладкая и скользкая, так что надо сделать все возможное, чтобы усилить сцепление материалов. Вытираю пыль и заодно протираю поверхность средством для обезжиривания. Беру акриловый грунт и с помощью поролоновой губки покрываем декорированную поверхность. Затем отрываю три кусочка деликатного скотча и переклеиваю их на самовар, образуя небольшой треугольник. Беру красный средний и затамповываю в получившуюся форму. Снимаю скотч. Я не делаю никаких разметок, а разбрасываю треугольники довольно хаотично и беспорядочно. Однако я внимательно слежу за тем, чтобы они не кучковались в одном месте. Стараюсь составлять между элементами приблизительно равной промежутке. Следующим наношу цвет абрикосовый мед. Краски с такими вкусными названиями, а также другие акриловые материалы можно приобрести в интернет-магазине по ссылке в описании. Точно так же стараюсь равномерно раскидать желтые треугольники по всей рабочей области. Затем добавляю цвет краски шалфей. Вообще на каждый цвет я использую всего шесть кусочков скотча. Пока краска подсыхает на первых трех, я пользуюсь другими. Затем наоборот. Но вы знаете, какая я экономная. Далее понимаю, что кроме пастельного шалфея, мне хочется задействовать еще какой-то классический яркий зеленый оттенок. Останавливаю свой выбор на оксиде хрома. По центру самовара у меня проходит рельефный выступ. Сперва я думала, не сделать ли его границы между верхней и нижней части декора. Но это слишком усложняло бы форму самовара. И в результате я решила не делать этого, а рисовать треугольники прямо через него. Следующий цвет, который я использую в работе, это цвет индиго. Чем меньше остается свободного пространства, тем более обдуманно начинаешь разбрасывать треугольники. Уже задумываешься, что с чем лучше соединить и как не оставить слишком маленького пустого пространства. После индиго беру розовый цвет. На некоторых крупных кадрах вам, наверное, заметно, что между некоторыми стыгами есть небольшие неровности или зазоры. Ничего страшного, ведь потом я создам перемычки из золотой контурной пасты. Разумеется, погрешность допустима совсем небольшая, не больше миллиметра. После розового добавляю небесно-голубой цвет. Затем делаю треугольники фиолетово-красного цвета. Ввожу новый оттенок серый теплый. Осталось совсем немного. Добавив заключительный черный и белый цвета. Грунт, конечно, был белым, но я прохожусь еще сверху краской, чтобы треугольники были еще чище и белее. С окрашиванием все. Теперь беру универсальный лак и покрываю всю окрашенную часть самовара во два слоя с промежуточной просушкой. После высыхания лака аккуратно снимаю весь малярный скотч. Как видите, на самом верху у меня тоже было заклеено буквально полсантиметра, чтобы крышка могла без проблем закрываться. Беру контурную пасту, наиболее подходящую под оттенок оригинальной позолотной самоваре. У меня этот цвет золото-геральдик. Начинаю создавать тонкие золотые перемычки между треугольниками. Поверхность залакирована, так что если где-то дрогнет рука, то можно без проблем стереть ошибку ватной палочкой. Продолжение следует... Так как самовар довольно большой, то я иногда оставляю его минут на 10-15, чтобы дать руке отдохнуть, а пасти немного подсохнуть, чтобы ненароком ничего не смазать. А вот и готовый результат. Самовар это не только дань традициям, это еще и стильное современное украшение интерьера, а наш самовар еще и функционален. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok